Команда Ульяны Елизарова и Юлия Светлаковой в призерах. Девушки интересно подали финансовую тему, видеоролики «Топ-3 шага, которые прокачивают твою финансовую грамотность». Суть его в том, что студентке предложили алгоритм действий, который дает инструкцию к правильной экономии финансов и исключает возможность совершить необдуманную покупку. Акцент был сделан на то, что хорошо воспринимается молодежной аудиторией, которой и были адресованы эти правила. Сейчас очень популярны такие динамичные ролики. За счет того, что они очень быстрые и динамичные, их интересно смотреть и даже пересматривать. Именно поэтому мы решили взять эту идею и воплотить наш видеоролик в таком стиле. Студентки высшей школы экономики заслуженно заняли первое место в онлайн-голосовании за видеоролики. Один из факторов успеха дуэта — правильное распределение обязанностей. Я была на теоретической части, я делала исследования, и, соответственно, тема видеоролика вытекала из исследования. Я анализировала различные виды, подходы к финансовой грамотности. Молодой финансист проводится уже в 17-й раз. Каждым годом разные финансовые темы, такие как бюджет, фондовый рынок и прочие, становятся центром внимания конкурса. В этот раз мероприятие было посвящено финансовой грамотности. Новый формат этого года — не только экономическое исследование, но и создание видеоролика. Работы оценивались по нескольким критериям. В связи с тем, что это все-таки молодой финансист и исследовательская часть, то половина оценивалась — это исследовательская часть, и половина — это творческая часть. Творческая — это оригинальность подачи, умение в сжатом виде донести основной посыл, основной смысл, ну и, главное, запоминаемость ролика. Творческая составляющая конкурса помогает развивать изобретательское мышление, фантазию и формирует почву для создания новых продуктов в сфере креативной экономики. Если не просто давать логическую цепочку, а и творческую развивать посредством любого видеоконтента, фото или каких-то эссетов и так далее, то у человека, в данном случае у студента, растет параллельно творческий процесс и логическая вся форма. Тогда, когда он станет специалистом, он будет еще и творческой личностью. Это очень важный момент. Напомню, что в молодом финансисте 2023 участвовали 59 команд, а это 117 человек. По словам организаторов, конкурс этого года был значительно масштабнее, чем в прошлом году. Численность участников увеличилась в три раза. Синтез исследовательской и творческой части предполагается продолжить. Также создатели мероприятия отметили, что планируется увеличить охват и провести его в новом формате.